Здравствуйте, дорогие зрители! Садитесь поудобнее и приготовьтесь потратить минут 10 вашего времени на сплетни и слухи мыльного мира. Начнем с событий очень приятных. Сильвия Наварро и Сандра Чавария стали мамами. Обе родили сыновей, младенцы здоровы и мамочки тоже в порядке. Фаны счастливы. Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и желаем Сильвии и Сандре всего самого лучшего. Второго ребенка ожидает аргентинка Луисану Лопилату и попутно раздает интервью, где рассказывает, что ее муж Майкл Бобле ужасно неорганизованный. В чем это проявляется? Он разбрасывает везде свою грязную одежду, потому что привык жить в отелях, где прислуга придет и все уберет. А теперь эту почетную обязанность выполняет жена. А сама Луисана очень аккуратна и любит, чтобы все было в полном порядке. Представляете себе, как ее должна раздражать столь милая привычка мужа. Но в остальном пара вполне счастлива. Луисана говорит, что большего желать, в общем-то, ей не нужно. Все очень хорошо. Цветет пышным цветом роман между Зулейкой Риверой и Джейсоном Канелло. Парочка начала встречаться несколько месяцев назад и теперь уже не скрывает своих отношений ни от кого, в том числе и от папарацци. Ну что сказать, красавцы оба. Совет да любовь. А вот у бывшего друга Зулейки Давида Бисбаля, все не слава богу, он расстался со своей аргентинской возлюбленной Эухенией Чиной Суарес. И хотя для прессы Чина сделала заявление, что расставание временное, и они друг друга любят сильнее, чем когда-либо, факт остается фактом. Суарес уехал вместе с детьми в Аргентину, а Бисбаля остался в Испании. Ну, пресса пишет, что вполне возможно, что они воссоединятся, что вполне возможно, что их отношения закончатся свадьбой. Но мы как-то очень сильно сомневаемся, потому что сейчас в Аргентине разгорелся жуткий скандал, где прямое участие принимает Давид. Дело вот в чем. Аргентинское правосудие обвиняет Бисбаля в использовании услуг ВИП-проституток. И даже называет имя одной экс-королевы красоты, которая завоевала этот титул в 2015 году. А это уже, товарищи, серьезно. Дело в том, что во многих странах, особенно Латинской Америки, использование услуг проституток, оно как бы не приветствуется законом. Так что будем ждать, чем все это дело кончится. Вполне возможно, что причиной, истинной причиной расставания Чина и Давида стало именно то, что Давид не устоял перед представительницей первой древнейшей профессии. Недолго оставалась в одиночестве Камила Соди. У нее теперь роман с коллегой по новелле Асфальдо Беноведисом. А Диего Луна тоже, в общем-то, не один. Его новую девушку зовут Суки Уотерхаус. И это уже вторая по счету девушка-актера после развода с Камилой. Гайль Бернальд Гарсия также нашел замену Долорес Фонси. Его увидели с какой-то женщиной в Нью-Йорке. А даже говорят, что они целовались. Ну, в одном из интервью он сказал, что жениться на Долорес он всегда не хотел. Делить им вообще-то нечего, кроме двоих детей. Поэтому расставание прошло легко, и каждый теперь делает то, что он хочет. Сама Долорес времени даром не теряет. И начала встречаться с режиссером Сантьяго Митри. Надеемся, что эти отношения будут более удачными, чем предыдущие. Брак этот, точнее не брак, а эти отношения распались после нескольких весьма откровенных интервью Долорес, где она рассказала, что курила марихуану, предавалась другим малопозволительным вещам. Ну, в общем, дело закончилось именно так, расставанием. Призабавнейшая история приключилась с Энрике Иглесиусом еще весной этого года. Он был арестован с правами, у которых истек срок действия. Более того, права были выписаны на женское имя. А было так. Его заметил полицейский патруль, когда Энрике подъехал к закрытому участку скоростного шоссе и, не обращая внимания на знаки, выехал на него. Пока полиция подъезжала, он пытался поменяться местами с пассажиром. Пассажиром был его менеджер. После просьбы предъявить права, певец, наконец, предъявил просроченный документ, да еще и на женское имя. В итоге Энрике и его пассажира арестовали за препятствие правосудию без применения насилия. Ну, то есть, что это значит? То есть, он как бы добровольно сдался полиции, да? Не пытался, допустим, руками махать, оружие вытаскивать. Ничего тут не было. Но, тем не менее, он пытался, так сказать, препятствовать правосудию путем подмены, так сказать, личности. Ну, что? Он воспользовался правом Миранды, который позволяет не свидетельствовать против себя, но от Судаева это не освободило. Тем более, что осталась загадкой, откуда у него женские права. За подобные вещи присуждается штраф, а уж про шутки-прибаутки по этому поводу, точнее, по поводу половой принадлежности певца, мы просто тактично промолчим. Еще одна знаменитость попалась в довольно забавной ситуации. Запечатленный на фото товарищ со слабым мочевым пузырем оказался звездой огромных масштабов Дэдди Янки. Да уж, жизнь звезды – это вам не сахар. Только решишь чуть-чуть нарушить общепринятые правила приличия, как тут сразу из-за угла какой-нибудь гад с мобилой. Ну, конечно, Дэдди все отрицает и просит папарацци разуть, так сказать, глаза и рассмотреть, что татуировки не те. Но уже поздно. Новость понеслась в припрыжку по соцсетям. С другой стороны, мог бы придумать что-нибудь поинтереснее, чем указывать на татуировки. Ну, что мы можем сказать? Бывают такие ситуации, когда лучше не оправдываться. Вот, например, Жан-Карлос Симанкос полностью одобряет взаимоотношения своей дочери Ильяны с актрисой и моделью Патрисией Веласкис. Венесуэльская пресса писала о том, что Патрисия Веласкис громко заявила, что у нее роман с дочерью Симанкоса. И у Жанна Карлоса попросили прокомментировать события. Он сказал, что Ильяна очень хорошая дочь, сестра отличная, прекрасный профессионал. И ее личная жизнь вообще никого не касается. То есть она живет свою жизнь, а не жизнь кого-то другого. Сам он полностью поддерживает буквально во всем. Вот что значит хороший отец и умный человек, заметили. Бывший муж Анны Брэнды Контрерос тоже в тренде модных гомосексуальных отношений. Его видели в гей-ресторане в Севилье и поговаривают, что Анна Брэнда не просто обнаружила, что ее муж ей изменяет, а что изменяет он ей с другим мужчиной. Не так давно развод был официально оформлен, и Анна Брэнда теперь вольна делать все, что хочет. Кстати, пишут, что у нее роман с Иваном Санчесом. Может быть и так, но не стоит забывать о том, что Иван у нас многодетный отец. И второе соображение. Сериал, где они оба играют, рейтинги имеют плачевные. А продюсер Сальвадор Михея никогда не отказывался от слухов такого рода для поднятия рейтинга. Причем ему годится все. И драки, и романы, и скандалы на съемочной площадке. В общем, все-все-все идет в дело. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.